Министр просвещения России Сергей Кравцов в прямом эфире ответил на вопросы родителей и школьников. В ходе традиционного общероссийского родительского собрания Сергей Кравцов заявил, что российские школы не будут переходить на дистанционное обучение. При этом в школах с 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры. Информация о недопуске на занятия российских школах, непривитых от ковида учеников, неправда, заявил министр. Помимо этого он сообщил, что вакцина для детей в нашей стране пока еще не зарегистрирована, идут исследования. Сергей Кравцов также рассказал, что в 2022-2023 учебном году появится примерное типовое расписание для российских школ и что уже в предстоящем учебном году бюджет на организацию горячего питания для начальных классов в школах увеличат на 4 миллиарда рублей. По словам министра, это связано с демографическим ростом. Помимо этого он напомнил, что сельские школы оснасят необходимым оборудованием до 2024 года. Это порядка 27 тысяч учебных заведений. Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить вас за проделку работы в сфере образования. Очень отрадно, что дети с 1 сентября вернутся в роды, в тену своих родных школ. Сергей Сергеевич, Рачар-Ачаркетия является многонациональной республикой. Со своим колоритом, культурными, национальными традициями. Конечно же, со своими родными языками. У нас волнует вопрос о хранении культуры и традиции своего народа, передачи этих знаний нашим детям. Как, на ваш взгляд, погрузить реформ на культуру, развитие детей духовно? Ну и что планируется делать министерство в этом направлении? Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Магомедовна. Я уже об этом говорил вначале. Это неотъемлемая составляющая будет той комплексной большой воспитательной работы, которая с 1 сентября будет реализована во всех школах, в том числе и в Карачаево, Черкесской республике. Без культуры, конечно, не будет будущего. И мы вместе с Министерством культуры организовываем, вы знаете, большой проект «Пушкинская карта», который позволит школьникам бесплатно посещать и театры, и музеи. Также внеучебной деятельности у нас большая программа организации различных мероприятий, в том числе и театральных конкурсов среди школьников.